Коктейли Историю этого коктейля следует начать издалека, аж с 1791 года, когда было восстание рабов во французской колонии Сан-Доминго. Тогда на свою историческую родину в результате беспокойств убежала семья Пишо. А самый младший представитель этой семьи оказался совершенно в другой части света, в Новом Орлеане. По версии Фила Грина, одного из основателей Новоорлеанского музея американского коктейля, Антуан Пишо был оставлен на попечении у дальних родственников на Ямайке и появился в Новом Орлеане в 1821 году. В 1830 году Антуан Пишо открыл свою аптеку на Роял-стрит. И, кстати, этот Антуан входил в число масонов. У него была масонская ложа, соответственно, проводились собрания. И после этих собраний он со своими братьями оставался в своей аптеке и попивали они волшебную микстуру. Состояла эта микстура из бренди и фамильного питера и подавалась она в специальных подставочках для яиц. И, кстати, в дальнейшем эти подставочки для яиц стали некой такой мерой для измерения количества алкоголя в коктейлях и стали прототипом современного джиггера. А уже в 1850 году все там же на Роял-стрит открывается кофе-хаус и Антуана приглашает туда работать для того, чтобы свой волшебный коктейль он мог подавать гостям этого кофе-хауса. В дальнейшем этот кофе-хаус стал называться Созерак Компани и рецепт волшебной микстуры пешок был немного изменен и туда стал добавляться апсет. Что ж, приступим к приготовлению коктейля Созерак. Готовится он очень интересным методом. Предварительно нужно охладить бокал. Но помимо того, что бокал охлаждается, его нужно немножко ароматизировать, добавить несколько дэшов абсента, разбавить обычной водой, хорошенько перемешать лед или кеп. Таким образом бокал будет ароматизироваться и охлаждаться. Пока отставляем его в сторону и приступаем к непосредственно самому коктейлю. В первую очередь необходимо добавить немного сахарного сиропа, добавить 45 мл бурбона и 30 мл коньяка или бренди. Изначально вообще в рецепте использовался коньяк, потом он был заменен на бренди. Я же сегодня добавляю коньяк. Затем добавляю биттер ангастуру, 3-5 дэшов. И пешо биттер. Это, кстати, фамильный биттер семьи Пешо, примерно 5 мл. Затем можно добавить лед. И хорошо и подольше перемешать. В принципе, нужно и достаточно. И теперь вот эти 15 мл абсента воды и льда просто уже не нужны. От них можно избавиться. Такой коктейль подается традиционно без использования льда. Сейчас вот уже не добавляется в него. Декорировать его, точнее не декорировать, можно немножко брызнуть цедрой. И просто-напросто добавить цедру вовнутрь. Просто в сам коктейль. Вот таким вот образом получается такой фамильный масонский коктейль Сазирак. А Сазирак, кстати, это изначально было название на то время модного и популярного коньяка. На этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Находите нас в социальных сетях. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!